Меня зовут Кальмена Вардак, я начальник управления краткосрочных прогнозов погоды гидромедцентра. Первая декада июня для Казахстана запомнилась сильная жара. В начале первой декады на большей части страны наблюдалась сильная жара и были перекрыты абсолютные максимумы. В этом году, в июне месяце, самая максимальная температура у нас наблюдалась в метеостанции Казларда, Казлардинской области. Температура составила 41,6 градусов и был перекрыт абсолютный максимум 2018 года. Также в городе Астана в период 5-8 июня также наблюдалась сильная жара и были перекрыты абсолютные максимумы. 6 июня в Астане составила максимальная температура плюс 38,4 градуса жары. И получается, что 6 июня по городу Астана, также во многих городах в республике, были перекрыты абсолютные максимумы по многолетним данным. Это было связано с антициклоном, отмечалась погода без осадков, также был выход теплых воздушных масс с районов Ирана. И вот это все способствовало повышению дневных температур по всей республике. Это было, получается, первая декада июня. Затем уже с 10 июня на большей части страны с прохождения атмосферных фронтов у нас было спад жары, также отмечались кратковременные дожди. Аномалия считается тогда, когда в период 5 дней подряд наблюдается погода и также температура выше 5 градусов. У нас такого не было. Там, получается, были сильные жара, также был переход на кратковременные дожди. Значит, барические поля менялись циклонами и антициклонами. Нынешнюю лето нельзя назвать аномальной, так как в природе все наблюдается циклами. Например, в 1952, 2010, 2012, 2020 годах у нас наблюдалась такая жара, и в эти годы были перекрыты абсолютные максимумы. В ближайшие дни на большей части страны с прохождением атмосферных фронтов ожидается кратковременный дождей, грозы. По республике дневная температура составит 20-28, а в южных регионах 30-38 градусов тепла. Вообще прогнозы хорошо оправдываются ближайшие на 3 дня, а потом уже качество и точность прогнозов уменьшаются. Потому что период жизни циклонов составляет 3-5 дней, и вот в атмосфере все меняется. И так что вот эти самые точные, качественные прогнозы – это на ближайшие 3 дня. Прогнозы становятся точнее, потому что это, в первую очередь, опыт синоптика, это стаж работы. Также у нас дополнительно в работе используются численные модели прогнозирования. Это прогноз осадков, температура и также ветра. Можно сказать, что мы в передовых рядах никому не уступаем. У нас есть те же инструменты, допустим, что и в Америке, и что в Европе, и что в других азиатских странах. Просто мы по территории уступаем, потому что у нас территория большая, мы внутри континента, и климат у нас резкоконтинентальный. У нас получается работа 24 на 7, в зависимости от погоды, без осадков, дождливая погода. Мы всем государственным органам, это Акиматы, Честь, Министерство, мы предоставляем все прогнозы на различные сроки. Также штормовые предупреждения, это об опасных явлениях и также о стихийных гидрометеорологических явлениях погоды. Уже для населения МЧС распространяет СМС через 112.